Здравствуйте! Вы смотрите программу Космонавтика. На Байконуре горячие дни по маршруту Земля МКС стартовал юбилейный 50-й грузовой корабль «Прогресс». А на другой площадке космодрома готовят к старту ракету «Протон». 24 апреля она выведет на геостационарную орбиту арабский спутник связи. На подмосковном предприятии «Звезда» испытывают новую модель скафандра – «Орлан МКС». Его главное отличие – автоматическая система терморегулирования. Вполне вероятно, что «Орлан МКС» будет основой для российского лунного скафандра. Синий костюм водяного охлаждения. Вдоль тела, подобно кровеносным сосудам, тонкие трубки, по которым циркулирует вода. Геннадий Глазов готовится к испытанию новой системы климат-контроля космического скафандра. Впереди – имитация выхода в открытый космос. Эта система, она совсем, так сказать, новая. Ни на одном скафандре в мире такой нет, не было до этого и у нас. Она предназначена для автоматического поддержания теплового состояния человека во время выхода. Он испытывал буквально все известные сегодня соколы и орланы. Все системы жизнеобеспечения этих космических доспехов разрабатываются в научно-производственном предприятии «Звезда». Сегодня здесь тестируют автоматическую систему терморегулирования для новой модели скафандра «Орлан МКС». Сам костюм водяного охлаждения, когда человек за такой скафандр, подстыковывается вот к этим разъемам. В ранце находятся насосы, это теплообменник, который охлаждает и воду, и вентилирующий газ. И вот поступает эта вода в костюм КВО. Давай просто так попробуем. Вот тут на тебя двигать педали. Задача испытателя, казалось бы, простая – крутить педали. Так высчитывают степень теплоотдачи от физической нагрузки. В скафандре, где выхода теплу нет, можно и перегреться. Космонавты, которые выходят, особенно выходят первый раз, они тут тренируются у нас, но хорошо этого они не помнят. И поэтому у них бывают сильные просчеты. Они могут переохлаждаться, перегреваться. Впрочем, некоторые любят и похолоднее. Фёдор Юрчихин пять раз работал с внешней стороны станции. Однажды на земле даже испугались. Температура тела внутри скафандра упала до критической. Я, например, любил захолаживаться, чтобы не было прохладно. И очень часто врачи иногда говорили, у тебя сильно маленькая температура, чуть-чуть подогрейся. Есть ребята, которым, наоборот, комфортно, когда тепло внутри. Система позволяет работать по-разному. Ручка вот эта. Сегодня на орбите космонавты регулируют температуру вручную. По помощи вот этого крана он контролирует подачу воды в трубках. Либо отводит тепло, либо подогревает. Слушай, а вот переход наручного у тебя. Это тумблер. Тумблер, да? Тумблер. Это пульс старый. Тут не знаю. Я понимаю. На новом будет тумблер. Да. Работать в открытом космосе непросто. Ноги почти не двигаются. Замерзают. Зато руки устают и потеют. В новом скафандре космонавтам не надо. Великанцы на тумблер тепло-холод. Ноги. Комфорт у меня. То есть вентиляция настолько хорошо снимает. Да. Только тепло в руках. Вот где эта вентиляция. То есть перчатки, кисти и пальцы. Длительность эксперимента, как и выход в открытый космос. Почти пять часов. Новая автоматическая система отработала достойно. Мы выполняли легкую работу, тяжелую, среднюю, переходом с тяжелым на среднюю. У меня даже ни разу не появилось испарение на лице. А это уже говорит о том, что система очень правильно регулирует. Новый Орлан назвали МКС. Модернизированный, компьютеризированный, синтетический. Кроме автоматической системы климат-контроля в нем новая оболочка. Система шарниров, которая позволит космонавту расширить амплитуду рук и даже приседать. Через два года Орлан МКС на орбите испытают уже космонавты. В эти дни звездному мечтателю. Академику Кардашову исполняется 80. Сегодня на орбите трудится радио Астрон, детище академика Кардашова. Телескоп-интерферометр открыл новую эпоху в исследовании черных дыр и кротовых нор. Можно ли благодаря зеркалам увидеть другие миры? Можно, ответят земляне, читавшие Льюиса Кэрролла. Но это сказки. Можно, подтвердят ученые. И это почти реальность. Вскоре год, как работает на орбите радио Астрон, который своими зеркалами-антеннами изучает таинственные черные дыры. Не обязательно надо создавать телескоп сплошной, а можно работать кусочками телескопа, кусочками линзы или кусочками зеркала. Радиоастрономы работают кусочками очень большого зеркала. Один кусочек зеркала мы запускаем в космос, а остальные кусочки того же самого зеркала находятся на Земле. Все эти кусочки называются радиотелескопами. А образуют они единый большой радиотелескоп. На его создание ушло более 30 лет. В прежнее время разработки ученых казались фантастикой. Первый проект телескопа был размером 1 километр. Из практических соображений телескоп свели к 10 метрам. То, что радиоастрон стал нашими глазами во Вселенную, не просто красивое сравнение. Этот радиотелескоп, выпущенный в космос, он создает такую проекцию. Мы с большого расстояния смотрим на один и тот же предмет и тем самым разглядываем его уже с большой подробностью. Используя высокое угловое разрешение, радиоастрон дает возможность детально рассмотреть далекие космические объекты. Открывается совершенно новое качество исследований. Поэтому в ближайшем будущем загадок, связанных с черными дырами, будет меньше. Черная дыра – это объект, который получается в результате катастрофического сжатия какой-либо массы. Например, масса газа. Если эта масса газа сжимается очень сильно, силы тяготения, поля тяготения вокруг нее нарастают необычно сильно, и настолько сильно, что не выпускает ничто из той области, которая ее окружает. Внутри черной дыры сила гравитации столь велика, что время как бы замирает. Граница является точкой сингулярности, где время и пространство теряют свой смысл. Если мы попадаем в черную дыру, то вообще говоря, согласно современной теории, можно пролететь мимо сингулярности и попасть даже в другую Вселенную. Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу пока невозможно. Однако с помощью радиоастрона можно уже реально наблюдать за таинственными объектами, открывать все новые их свойства и выдвигать новые теории. Мне это представляется исключительно интересно, и я тут же начинаю думать, как бы это можно было действительно в ближайшее время проверить и убедиться, что это правильно или неправильно. Так что вот если это назвать мечтателем, то я как раз такой мечтатель. Когда-нибудь благодаря таким мечтателям путешествия через черную дыру в другие измерения, как в сказке про Алису и Зазеркалье, станут действительно реальными. 22 апреля почти 300 лет назад в Кёнигсберге родился известный философ Эммануил Кант. Однако свой путь в науке Кант начинал как астроном. Для обозначения галактик именно он придумал термин «далекие туманности». Как говорил Кант, две вещи наполняют удивлением. Звездное небо надо мной и человек под ним. Словом, почаще смотрите на звезды, чтобы понять свое место в этой бескрайней Вселенной. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова